Уважаемый Валерий Александрович, уважаемые участники нашей встречи, я, во-первых, хочу вас поблагодарить за такую возможность, потому что Общественная Палата – это олицетворение сегодняшнего нашего гражданского общества о многообразии и бесценности, по сути. И я сейчас попробую ответить на те вопросы, которые вы обозначили, но перед этим, не скрою, что от общения с Прохановым, которое мы вчера имели, я хотел бы вас внимание привлечь к одной дате. Вы находитесь в Дагестане, и мы в этом году отмечаем 20-летие разгрома террористических международных банд, которые успособствовало то, что впервые в той самой мрачной исторической истории, в этой периоде народ Дагестана, подчеркиваю, горцы, встали против этих международных банд, которые рассчитывали, что их поддерживают, и так нагло шли тогда на Махачкалу, и нанесли им сокрушительный удар. Это было общество Дагестана. Я прошу всех, если можно, встать и помянуть светлую память героев, которые это сделали. Спасибо вам огромное. Большое спасибо. Приседайте, пожалуйста. Мне кажется, что здесь, находясь в Дагестане, это очень важно почувствовать, особенно в год 20-летия. И вот Валерий Александрович сейчас говорил очень важные вещи. Ожидание общества, справедливость. На каком-то историческом этапе не было общественной палаты. Была другая система. И тогда общество и власть не сумели удержать ту систему координата ценностей, к которым мы сейчас обращаемся и пока лучше найти не можем. Мы с вами находимся сейчас в Дагестане. Дагестан в советское время был донором. У нас было более 15 самолетов стояло в аэропорту. Старшие помнят. Это был красивейший город. Жители Азербайджана стремились сюда отдыхать. Это все было. Это делали наши старшие. Была мощная промышленность. И это помнят люди. И на встрече с президентом нам, старшие, говорили, давайте возрождать. Мы этого хотим. Теперь, очень правильно был поставлен вопрос про заработную плату. Но вспомните, что произошло. Мы потеряли ту систему, которая была. И не создали никакой. Когда мы видим, там, Китай, политическая сила взяла на себя ответственность. У нас политическая сила ушла от ответственности. Она бросила общество. И спасибо религии, спасибо гражданам, что вот это все сумели пережить и не потерять себя. Но в этой системе координат мне так пришлось работать, ну, наверное, даже на острие. Я работал всегда в правоохранительной системе. И в то время мне пришлось быть руководителем главного управления по борьбе с горизонной преступностью. Потому что я понимаю, что говорю. Тогда к власти пришел криминал. Был такой момент. И взял под контроль экономику, власть и политику тоже. И мы тогда серьезно с этим боролись. И в этом зале я могу сказать, что был момент, когда я был первым заместителем министра. Министр был тогда вице-премьером. Премьер был Черномырдин. И мы проиграли. Мы все вместе проиграли. Одному политическому авантюристу, которого сейчас нет, в Березовске. В частности, по установлению порядка на заводе АвтоВАЗ. Все было для того, чтобы нести порядок. Мы не смогли. Потому что тогда система так была выстроена. Уже не мы управляли, а нами управляли. И это было так. Мы получали кредиты, транши. И все больше и больше были должны. К нам прибыли вот эти вот эмиссары международного терроризма, о которых сегодня тоже вспоминал. Но за все надо расплачиваться. Мы отдали власть. Общество это допустило. Когда Советский Союз перестал существовать, я к стыду моему вам скажу, что я тоже был членом партии. К стыду почему? Потому что никто из нас не вышел. Ни одного митинга не зафиксировано было. Это тоже правда. И вот сегодня в этом зале собрались представители нашего общества. Наиболее активные. Те, кто способен не только находить ответы для себя, но и помочь другим людям. Понять, что же происходит. Ну почему так? Потому что в той системе жесткий координат выиграли тот, кто был жестче. Я знаю эту логику не понаслышке уголовного мира. Там побеждает не тот, кто самый сильный. И даже не тот, кто самый умный. А тот, кто самый безжалостно жестокий. Вот такая система произошла. И сейчас говорят, вот тут недавно читал, 3% имеют основное благосостояние нашей страны, населения. И это тоже надо понимать. И это надо просто воспринимать и понимать. И что из этого делать? А вывод один. Брать под общественный контроль. Сокращать разрыв между сверхбогатыми и недопустимо бедными. И что интересно, среди этих сверхбогатых немало людей, которые любят свою родину и любят свой народ. Чтобы не быть голословным. Мы вот в прошлом году начали проект. Назвали его 100 школ. Он состоял в том, чтобы мы смогли тогда дать из бюджета всего 2 миллиона на школу. У нас около 400 школ, в основном в горах, в ветхом состоянии. Их 30 лет ничего не делали с ним. Что я рассказываю, здесь есть дагестанцы, знают лучше меня. За год сделали не 100, а 117 школ. К этим 2 миллионам добавили. Люди принесли свое. И заметьте, если мы сейчас, когда ведем стройку, контролируем, чтобы, извините за выражение, не украли, здесь возникла другая ситуация. Люди свое принесли. А один вернул нам 2 миллиона и сказал, я сам построю. Только вы не ограничивайте меня. И строят. А в этом году мы уже 150 школ делаем. И ко мне обращались с письмами наши дагестанцы из Санкт-Петербурга, из других. Вот у меня сейчас там представительство уже 15 спонсоров нашел, которые будут помогать строить школы. И не только школы. Вот здесь сидят депутаты Дагестана, они знают это. Люди строят дороги, мечети, строят социальные объекты. У нас удивительные люди. Вот как это все соединить? А с другой стороны, мы имеем министра строительства, который обобрал множество людей, скрылся за границей. И мы до сих пор не можем расхлебать, не можем людям дать взамен ветхого и аварийного жилья, то, что они должны получить. Потому что деньги украдены. Сейчас будет решение суда и целый почти дом на делегатской, который, похоже, принадлежит ему. Мы, конечно, отдадим в казну. Вчера у нас приятный день. Чем он приятен? Миллиард 300 мы отсудили по проекту Дакагра. Дагестанцы знают этот проект. Он должен был дать сотни рабочих мест. Он должен был дать нам бюджет дохода. Он нам не дал ничего. У меня есть письмо-исповедь того, кто за это все назначен ответственным. Это житель, значит, наш, Хасавюрта, бывший директор консервного завода. Он там исповедь мне написал. Это несчастный человек, он не преступник. Ему дали кредит, взяли откат. Потом он поехал с семенами, его остановили на пункте пропуска. Сказали, плати. Он уже не мог. Когда заплатил, он не смог ничего сделать. Потому что у него было суперсовременное производство. Там были закуплены и стоят сейчас, за бесценных будут продавать комбайны по уборке помидоров итальянские. А он испоздал с посадкой. Уже сорняки пошли. И когда он стал убирать комбайнами, сорняки не пошли, потому что помидор мягкий. Это он все сейчас мне объясняет. Но вот это уже не легче. И таких проектов, посмотрите, сколько у нас. Завод листового стекла, у которого нет песка. Оказалось. Нет песка у нас для этого стекла. Марабия, плитка. Нет глины, только в Украине. Кто строил? Как строил? И еще. Вот по деньгам. Я сегодня специально так вырядился, может кто-то подумает. Я специально выйду, чтобы меня видели. И я знаю, что один человек в Дагестане будет этому рад. Это человек, который сшил этот костюм. Этот галстук. А еще я хочу показать свои ботинки. Их тоже сшил обувщик Дагестана. Очень хорошие ботинки. Очень легкие. И я вот своим друзьям буду заказывать. Но они все работают в тени. Сколько стоит, Владимир Владимирович? Стоит, скажу так. Правильный вопрос. Значит, они, во-первых, с меня, как правило, стараются брать, если даже наставим, минимум. Но вот эти ботинки в районе 15. Значит, это ботинки на микропорке легкие. Из кожи. Это ручная работа практически. Но с технологией. Я думаю, что в этом зале многие знают, что у нас дагестанцы очень талантливые люди. Они не только мужественные. Они очень талантливые. У нас кубачи, да, мы это знаем. А вот то, что у нас обувщики, но есть другая сторона, за что нам немножко стыдно. И мы тут не говорим. У нас в обуви очень низкий уровень легализации. Очень низкий. Я вот, коллеги парламентарии, здесь я вижу из других фракций, у нас такой хороший всегда диалог идет, критичный, был, когда отчитывался за первый период работы. И тогда представитель правительства был Гаминов. И он отчитывался за год. Потому что я только пришел, работал год, он отчитывался. И кто-то из депутатов, нет, тогда даже представитель собрания сказал, а какая у нас теневая экономика? Их из депутатов сказал, 40%. А кто-то из коллег депутатов сказал, 60%. Понимаете, да? Вот это по поводу, сколько денег кто получает. И мы начали этим заниматься. Вчера президент говорил, молодость хочет сразу и все. И это правильно. Но наш президент все это хорошо понимает. И он говорил о том, что нужно действовать очень аккуратно. Мы тоже с этого начали. Мы, с одной стороны, привыкли к уголовной ответственности больше чиновников, чем вся Россия за год. Вдумайтесь, в одной республике. Больше, чем вся Россия за год. Мы зачистили там, где деньги воровались в бюджет. Приведу один пример. У нас сейчас новый министр транспорта. Когда он пришел, он пересмотрел торги. И только один мост, который был уже расторгован, миллиард пятьсот. При применении среднероссийских расценок, выиграла та же компания, что и до этого его получила в строительство, на пятьсот миллионов меньше. Один мост. Понимаете? Мы то же самое сделали с Фомсом. Вот здесь говорили про низкие зарплаты. Мы недавно встречались на коллегии Минздрава. Мы, власть, в долгу перед врачами. У них низкая зарплата. Ниже, чем в округе среднее. И тем более ниже, чем в России. Но! Вот здесь но. Наш Фомс разворовался. Его руководитель привлечен к уголовной ответственности. За создание преступной группы. Теперь что далее? По этому Фомсу. Вот когда у нас покупали шприцы в разы дороже, чем в среднем по России. Вдумайтесь в это. Когда у нас кардиостенты стоили намного дороже, чем в России. То, естественно, все люди уезжали туда, где это стоило дешевле. И вот год проработали. Там навели, знаете, ну такой существенный порядок по расходу Ньюфомса. Уже никто не получает на, вдумайтесь, аренду помещений платили из Фомса. Фомс, который создан для того, чтобы помогать системе государства здравоохранения. Там, где не хватает денег купить за частные средства и помочь, Фомс превратился в то, что стал получать, пользуясь коррупционными связями, деньги на аренду помещений, которые занимают. Это трудно представить. Так вот, в прошлом году, на коллегии об этом говорили специалисты, на 30% больше сделано операции по стентированию. Это сложно, эти операции. И наши кардиологи их прекрасно делают. Вчера у меня был на встрече руководитель филиала Сбербанка нашего и региональный управляющий. Руководитель пришел после операции на колени. Я говорю, где дело? В центральной больнице Махачкалы. Кто не знает, скажу. У нас очень хорошие стоматологи. Вот многие мои знакомые сейчас ездят сюда. Лучше, дешевле. И это правда. Наша задача сейчас, как я понимаю, бороться с коррупцией, с теневой экономикой и поддерживать вот такие процессы. Перекачивать деньги, которые раньше шли на обогащение, на выравнивание вот этого разрыва между богатыми необоснованными и бедными недопустимыми. Приведу еще один пример. Что такое справедливость? Много раз в разных территориях говорил, и вот, наверное, это единственное слово, у нас даже одна партия носит такую привилегию. Партия справедливости. Вот справедливость. Взяли, проверили, об этом говорили. Кто-то гости знает, наши все знают. Был такой анекдот, помните, если жених не инвалид, да? Анекдот, а народ ведь не ошибается. Так вот, выяснили, пригласили специалистов. Кстати, вот, начинать пришлось с того, что приглашать со стороны. Слишком вот много здесь сложилось годами. Очень трудно излечить то, что привычно, где много родственников, знакомых, членов Тухума и многого другого. Что трудно перешагнуть. Мы вынуждены были это делать. Так вот, мы пригласили со стороны специалистов. Нам очень помогли. И у нас побывали 28 министерств российских. Каждая из них привозила команду. Составляли программу. Вот сейчас мы то же самое делаем по, значит, санэпидемиологической обстановке. И вот, о чем я хочу сказать, про инвалидов. Оказалось, что у нас где-то в среднем, статистически, 10% инвалидов. 3 миллиона с лишним, понимаете, сколько. Проверка, которая проводилась в течение года, привела к тому, что более 6 тысяч инвалидов не пришли на освидетельствование. Из тех, кто были признаны инвалидами. В результате у нас сейчас образовалась сумма более 900 миллионов рублей экономии. Эти деньги сейчас уйдут к Топилину за корма Родины. Я хочу к вам обратиться, как представитель общественности, чтобы вот на это, мне кажется, надо обратить внимание. Получается так, когда была коррупционная ситуация, и в нее ввлекались люди, то на столе было, что кушать. Да, это было незаконно. Да, по сути, это была взятка. 200, 300, 500 тысяч давали. Вот сейчас недавно уже, казалось бы, работу ведем, но 100 тысяч опять получил человек, его арестовали. Это будет вести с ним последовательно. Мы наведем порядок. Но, смотрите, что дальше. Сейчас мы забрали эти деньги, в том числе из семей, которые живут очень скромно. Я бы хотел обратить внимание в том, что вы сказали, Валерий Александрович, на то, что у нас ведь еще есть категория людей. Я вот это считаю, это моя всего лишь позиция, но мне важно, чтобы вы ее услышали, и мне будет очень полезно, если я потом услышу вашу реакцию. Мы, наверное, должны сейчас в первую очередь помогать тем, кто сам не может. Вот сам не может. Поэтому я написал записку, меня поддержал министр экономического развития Орешкин, президент наложил на ней резолюцию найти решение, чтобы эти 900 миллионов нам отдали в нашей республике на выплаты третьему ребенку. Но мы сегодня не выплачиваем. Вот я сам был депутатом, сидят мои коллеги, помните, да, поднимали вопрос. Тогда не нашли денег для Дагестана. Знал бы я тогда, я бы был более упертым. Но, это и в шутку, и всерьез. Но, я и не прошу денег. Мне не стыдно. Мы их вытащили из тени. Но мы просим об одном. Давайте мы их вернем в семьи, где есть третий и больше ребенок. У нас их 18 тысяч. Мы посчитали приблизительно в эту сумму. Вот это справедливость. Мне так кажется. У нас сейчас еще сложнее ситуация. Но меня радует то, что делает наш президент. Он опять написал, разберитесь, найдите решение. Кто-то, наверное, слышал, это уже притчевый языцах. Мы в части газа в Дагестане имеем огромные долги. Вижу по лицу, знаете. Значит, мы получаем 3,2 миллиарда газа. Ставропольский край получает 8 миллиардов. Вдумайтесь. Ставропольский край потери 1%. У нас 35. И это длилось годами. Вот сейчас арестован Анастасов, руководитель Даг-региона газа. И 11 дел возбуждено. 250 руководителей проходят разного уровня и должностных лиц. Поэтому только дело. Мы наведем порядок. Мы сейчас перекрыли вот это воровство. Когда кирпичные заводы, вы сюда летели, помните? Значит, коптили небо открытым обжимом кирпича. Ну, это же открытое воровство. Чего тут объяснять? Все, казалось бы, понятно. Но как выстроена система? Ни у кого рука не поднималась. Все-все видим, понимаем. В одном районе, Курмодохенском, 900, 900, виноват. 90 гектар теплиц, в которых только 10% были заключены договора на поставку газа. А у нас уже в республике есть теплицы, в частности, был израильская технология. Там все компьютеризировано. Там потолок в течение суток, в зависимости от энергии солнца, опускается до верхнего ростка того, что произрастает. И поднимается днем и отключает все использование газа и электроэнергии. А вот представьте себе, как конкурировать производителю помидоров, который ворует газ, дает взятку, держит у себя, вот проверили теплицу в Ногайском районе, 80 китайцев, 40 узбеков. А где наши места? Вот мне задают вопрос, Васильев, у тебя самая большая безработица. А где рабочие места? А я задаю вопрос, а кто своего ребенка пошлет работать в темную, вот таких условиях? Нет таких. А вот в ту теплицу, и у нас сейчас есть наши уже эти теплицы, и зарплата там небольшая. 24 тысячи средние. Вот я ходил, но там женщина в синих халатах, там чисто, культурно. Это другое. Вот это непросто. Это вот даже посадками не решишь. Кавалерийской и так и не одолеешь. И я скажу, что мы по этому пути двигались таким образом. Мы начали с того, что первыми пригласили к нам. Опять же, спасибо парламенту. Они мне навели на эту мысль. У нас заправки по оценке парламентариев, я заметил, что они практически не ошибаются. 300 литров показывали расход топлива за сутки, который они продавали. Мы их вот так собрали всех. Помните, да, с вашим участием. Услышите, оказалось их 700. Они у нас разные. Есть такие, что стоит цистерна, кран, стучат в окошко, он выходит, наливает, он один. Он правда один. Но есть и там, где 10 и больше людей работают. И очистится один-два. Ну, мы им сказали так, все объяснили. Говорим, слушайте, ну денег нет ни на что. Ни на скорую, ни на детский автобус старше 10 лет. Вы же детей своих туда побежали. Что вы творите? Услышали, кстати. Вот почему я вроде бы и вижу проблему, но оптимист. Люди это понимают. И почему так мне важно вот сегодня, спасибо за предоставленную возможность, иметь возможность говорить с вами. Так вот, за год, что произошло? В 2,9 раза увеличились налоги. Люди это сделали, понимаете, откликнулись. Спасибо вам большое. В 2,9 раза больше, но это всего 25% того, что фактически должны платить. Но мы не торопимся. Мы действуем так, чтобы люди могли привыкнуть. Мы понимаем, что даже теневая экономика, это все-таки экономика. Если человек имел сверхдоходы в тени, он уже взял кредит, он построил свои планы. Если его просто сейчас вырубить, есть такие подходы. Я сейчас объясняю то, о чем говорил президент вчера, когда говорил, что нужно очень аккуратно все делать. И по силовикам, и по всем остальным. Вот здесь рядом зал, большой зал. Кто-то из вас был на этой встрече? Мы переназначали наше правительство. 17 человек представили суду. Кстати, был там представитель общественной палаты. Были наши политические партии, в том числе и те, кто находится в оппозиции. Мы пригласили всех. Религиозных деятелей. И 17 человек. Каждый поднимался. И в присутствии всех заявлялся на пост вице-премьера, министра. Из них был один министр. Который остался на занимаемой должности в системе, которая весьма коррумпирована. И прежде чем его представить, я говорю, я вот хочу сказать. Я знаю, о чем думают присутствующие. Я прошу вас, выступите и скажите. И этот человек сказал. Я закрою 44 кирпичных завода. Я наведу порядок в карьерах. Его зовут Нобила Абдулманапович Карачаев. И мы ему сейчас всячески помогаем. И он у нас не один, к счастью. У нас есть другие люди, которые сумели, понимаете, что самое главное? Изменить себя. А недавно на Совете Безопасности ему один наш коллега задал вопрос. А где же вы раньше-то были? А меня сейчас не это интересует. Меня интересует, кто еще остается там, на тех позициях. Вот сейчас мы можем это сделать. Вместе. Мы можем сейчас создать ситуацию, когда благодаря нашему президенту в России существует понятие патриотизма и ответственности. Все больше и больше становится за то, что происходит. Наша, я думаю, самая большая угроза состоит в том, что за эти годы, особенно молодежь, она, и это правильно было сказано, имеет очень высокий уровень потребления. Мало кто не ездит за границу или хотя бы не смотрит телевизор, не сидит в интернете. Все хотят высокий уровень жизни. Мы же это позволили. Вспомните, какие ценности последние годы пропагандировались и сейчас. Какие? Вопрос. Ясно. И ответ тоже. Так вот, мы сейчас с вами вот должны это делать. Я сейчас очень внимательно слушал. 24 тысячи, 20 тысячи. А я вам скажу историю, не историю, вчерашний разговор. В одном районе не можем найти тракториста на 30 тысяч на работу. Знаете почему? Он говорит, а я за раз 6 получаю. За раз 6 получаю. Вчера разговаривал с вашими коллегами вечером, спасибо большое, встретились. Они ездят на такси здесь, Яндекс.Такси. Все жалуются, что растут налоги. А как жить, если налоги не растут? Мы сравнивали себя, опять же, с Тавропольским краем. У нас торговых операций, по подсчету налоговой службы, в Дагестане, значительно больше, чем в Ставрополе. А налогов мы собираем в 7 раз меньше. Понимаете, о чем я говорю? Это реальность. Вот это может быть самая сложная задача, которую нам предстоит решать. Но я вам уже говорил, что мы здесь не скачем кавалерийски, мы работаем пошагово, мы находим понимание, и мы будем работать дальше. И вот здесь, в этом зале, недавно я со своим посланием обращался к присутствующим, а здесь были самые активные, самые уважаемые люди. И я несколько раз обращался к залу и спрашивал, вы поддерживаете эту политику? Я услышал у зала поддержку и намерены далее эту работу проводить. Поэтому я вас благодарю, вам очень признателен и постараюсь, если будут возникать какие-то вопросы, то, что точно, совершенно честно и насколько я подготовлен отвечать на них. Спасибо вам большое, что приехали к нам.